Здравствуйте, у микрофона Ольга Болезина. Сегодня гость в студии вице-президент Норвегбанка Анатолий Салтыков. Добрый день. Здравствуйте. И понятно, о чем мы будем говорить. Все главные вопросы к представителям банковской сферы сейчас это меры поддержки и бизнеса, и граждан в период вот в этот Норвегбанк какие-то меры уже предусматривает для людей самостоятельно или то, что федеральные власти рекомендуют и принимают какие-то решения? Ну, у нас на сегодня существуют собственные формы поддержки бизнеса и те поддержки бизнеса и физических лиц, которые разработаны на федеральном уровне. Если говорить о федеральном уровне, на сегодняшний момент для физических лиц и корпоративных клиентов существуют так называемые кредитные каникулы. Естественно, ПАО Норвегбанк работает в рамках данных кредитных каникул и предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам так называемую отсрочку по выплате кредита, которая включает в себя в зависимости от статьи федерального закона различные меры переноса графиков по кредитованию. Что касается непосредственно собственных разработок, то как банк, который не входит в пул на текущий момент банков, предоставляющих субсидированные кредиты на выплату заработной платы, ПАО Норвегбанк на сегодня запустил новый продукт – кредит под 0% на заработную плату и сопутствующие налоги. Основным преимуществом данной программы является в том, что наш корпоративный заемщик может взять кредит до 5 миллионов рублей под ставку 0% годовых сроком на 4 месяца. При этом, если на 4 месяц наш клиент понимает, что у него сложности с возвратом этого кредита, он может данный продукт пролонгировать на срок до 12 месяцев. Корпоративный клиент имеется в виду тот, кто уже на данный момент имеет с вами какие-то отношения? Не обязательно. То есть, данная программа рассчитана на следующих клиентов. Срок ведения бизнеса не менее 24 месяцев. И второй пункт – это наличие действующего зарплатного проекта в любом банке Российской Федерации. Есть еще дополнительное требование, что на момент подачи заявки по данному продукту клиент должен иметь в ПАО Норвегбанк открытый расчетный счет. При этом мы не ограничиваем отрасли, в которых работает заемщик. То есть, если субсидированная федеральная программа говорит об основных отраслях, которые особенно пострадали от коронавируса, то мы говорим о том, что любой клиент, который отвечает вот этим трем условиям, которые я обозначил ранее, может подать заявку на данный кредит. А каким образом нужно доказать какие-то свои финансовые сложности или не требуется никаких документов? В данном случае, если мы говорим о клиенте, которому необходим этот продукт, заемщик сам определяет, нужен ли ему этот продукт или нет. А пакет документов, который предоставляется клиентам в рамках этой программы, мы постарались максимально упростить. То есть, это анкета, согласие в Бюро кредитных историй, это финансовые документы в зависимости от системы налогообложения. Так, для примера, компания, которая находится на упрощенной системе налогообложения, должна из финансовых документов нам предоставить налоговую декларацию за последний отчетный год с отметкой ФНС. Естественно, программы еще требуют дополнительных документов, связанных с залогом и с подтверждением того, что у клиента есть трудоустроенные сотрудники, которые получают официальную заработную плату. Сейчас все ужесточают подходы к выдаче кредитов. Вот у вас что фильтром будет? Как вы будете реагировать на документы? Кого вы будете в первую очередь, наверное, с подозрением, скажем так, относиться? Ну, у каждого банка есть свои подходы по кредитованию заемщиков. В данном случае, если мы говорить будем об ужесточении подходов, да, естественно, банк ужесточил подходы к заемщикам. Мы отвечаем за средства, которые принесли к нам банк-вкладчики. И мы должны нашим вкладчикам отдать их денежные средства с тем доходом, который они получили по вкладу, в полном объеме. Поэтому банк не будет рисковать излишне для того, чтобы прокредитовать заведомо клиента, который находится под финансовым риском. А дальше это уже ваши... А дальше это внутренние процедуры и регламенты, которые на сегодняшний момент, которые на сегодня существуют в нашем банке. И, естественно, раскрывать внутреннюю кухню банка я не буду. Это ваша собственная разработка, вы сказали. Как давно вы решили создать такой продукт? И планируете ли включиться еще и в федеральную программу, где там выделяются банкам субсидии на подобные продукты? Фактически данный продукт мы разработали полторы недели назад. И уже с прошлой недели он пошел как продукт непосредственно для наших клиентов. А есть ли спрос какой-то уже? Уже начались первые заявки. То есть мы начали рекламную кампанию. Мы сформировали своих внутренних заемщиков, которые подходят под параметры программы, и направили для них предложение для того, чтобы они могли определить, нужен им в текущий момент данный продукт, или, может быть, их интересуют уже другие кредитные программы, которые существуют в банке. То есть предложение банка прокредитовать под 0% годовых на зарплату, в данном случае клиента, может быть, и не вызовет желания. Но у него есть другие потребности, оборотные средства, какие-то иные требования, которые позволят его бизнесу либо расти в кризис, есть компании, которые растут, либо поддерживать тот уровень, который он на сегодня достиг. Что касается участия в федеральном программе, на сегодня тот свод правил, который существует в федеральной субсидированной программе на выдачу заработной платы до 4% годовых, круг банков закреплен. Поэтому мы, как региональный банк, который отвечает, во-первых, за свои обязательства перед клиентами, акционерами, которые работают на максимализацию прибыли, мы, конечно, надеемся на возможность участвовать в этой программе. И как только эта возможность появится, мы, естественно, подадим заявку для того, чтобы предоставить нашим клиентам возможность получить субсидированные федеральные средства. Вы сказали, что вы не делаете ограничений по сферам. Я считаю, что это очень важный момент, потому что действительно о мерах поддержки говорится многое, но когда начинаешь сталкиваться с каждой конкретной историей, будь то гражданин с кредитами или юридическое лицо ИП, там чаще всего люди сталкиваются с отказами. А вот вы сказали, уже есть заявки. Откуда больше всего интереса? Розница? Какие сферы? Ну, на сегодня больше подают заявок именно из сферы торговли, которая фактически уже на территории Кировской области, если говорить непосредственно о том месте, где мы сейчас с вами находимся, и которая не включена в список особо пострадавших от коронавируса, на сегодня бездействует. Естественно, у них есть обязательства перед своими работниками. Естественно, они должны выплатить за работную плату. И обращения как раз идут именно из этой сферы, которая не попала в список. Они как раз в этой ситуации не подпадают под субсидированные федеральные средства, но при этом остаются с теми же проблемами, которые сейчас ощущают и те отрасли, которые наиболее пострадали от коронавируса. Им нужен выход из текущей ситуации. Именно этот выход мы постарались заложить и предоставить в нашей программе кредит под 0% на заработную плату. Кстати, как долго она будет действовать? Мы не ограничиваем срок действия этой программы, потому что сложно предугадать, насколько будет развиваться текущая ситуация, которая сложилась у нас именно с коронавирусом. Если вновь будут продлены какие-то условия, которые обязывают бизнес вновь не работать, но вновь выплачивать заработную плату, естественно, она будет еще больше востребована в рамках новых реалий. Кредит под 0% довольно привлекательный продукт. Как вы будете контролировать то, что он пошел именно на зарплату сотрудникам? Есть соответствующие документы, которые говорят о том, что сотрудник трудоустроен в компании и соответствующие платежи, которые переводились на пластиковые карты физических лиц. Этих документов будет достаточно для того, чтобы проанализировать фактическую выплату денежных средств на заработную плату. И не забываем также, что в связи с этим клиент обязан уплатить соответствующие налоги и сборы. То есть их тоже можно из этих банковских, средств? Да. Тот кредит, который выдается непосредственно на выплату заработной платы, он подразумевает дополнительное средство, дополнительное кредитное средство именно на уплату налогов и сборов в рамках этого кредитного продукта. Если поговорить о кредитных каникулах еще, для физических и юридических лиц вы предоставляете такую услугу. Много ли уже есть запросов, заявок, кто пользуется? Да. Как только была анонсирована возможность для физических, юридических и индивидуальных предпринимателей возможность перенести сроки платежа, срок до шести месяцев, естественно, такие клиенты появились. И каждую заявку в рамках федерального закона, в рамках тех требований, которые перед нами выставляет федеральный закон, мы исполняем. То есть тут банк не очень свободен в правилах, как отобрать человека, который подал заявку. То есть тут все унифицировано по стране. Да. Если мы говорим о физических лицах, то там есть определенный свод правил, когда заемщик должен предоставить определенные данные о том, что у него ухудшилась финансовая ситуация. Что касается юридических лиц, то здесь также их круг очерчен. Это именно те отрасли, которые особенно пострадали от действия коронавируса. Понятно, что те заемщики, которые не имеют возможности попасть в данные кредитные каникулы, они также обращаются к нам в банк. И, естественно, банк рассматривает все просьбы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, чтобы минимизировать тот ущерб, который у них появился в результате текущей ситуации. То есть если нет возможности воспользоваться кредитными каникулами, можно что-то другое в индивидуальном порядке предусмотреть? Мы ищем компромисс между нашим заемщиком и между банком для того, чтобы обеспечить его жизнедеятельность, его функционирование и при этом, чтобы у него была возможность вернуть нам те кредитные средства, которые он взял либо на развитие бизнеса, либо на потребительские нужды. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях вице-президент Норвегбанка Анатолий Салтыков. И мы говорим о мерах поддержки граждан и бизнеса, которые может в сегодняшней ситуации оказать банк. Я хочу спросить о том, какие возможности чаще всего интересуют ваших клиентов. То есть есть запрос на что? И с какими сложностями они чаще всего сейчас сталкиваются? Я не говорю о том, что у нас сложности в получении кредита. Они говорят, а вот просто как они описывают свою ситуацию, может быть, вам известно. Но чаще всего обращается именно клиент, у которого на текущий момент предприятие не работает. Оно находится в ограничительном списке, который не позволяет ему формировать выручку. И в этом случае чаще всего он обращается за кредитными каникулами для того, чтобы иметь возможность сохранить работу предприятия, не вывести предприятие на просроченную задолженность не испортить себе кредитную историю. И дальше уже, исходя из ситуации, как будет открыта возможность для работы его бизнеса, возвращать те кредитные средства, которые он взял у банка в виде кредита. Можно это рассматривать как некий оптимизм, то, что предприниматели верят, что через какое-то время они смогут восстановиться и возвращать деньги банку, а не будут банкротиться и закрываться? Ну, здесь бывают разные ситуации. Есть сферы деятельности, которые на сегодня уже начали работу, поэтому они формируют уже какую-то часть прибыли и поэтому могут более или менее прогнозировать свои обязательства по кредиту. Та же категория клиентов, которые попали в список особенно пострадавших или которые сейчас не работают, им сложнее на сегодня определиться, как будет дальше развиваться ситуация. Они даже не знают, когда начнут работать. Они даже не знают, когда начнут работать, для того, чтобы понять, будет ли в принципе выручка и в каком объеме будет выручка, исходя из потребительского спроса на рынке. Есть мнение, что вот сейчас, когда с деньгами никому ничего не понятно и с перспективами тоже, кто-то не рекомендует гасить, например, кредиты, а создавать, предпочитает кэшем наличными дома или в сейфе в компании некую финансовую подушку. Вы бы как на такое мнение отреагировали? Все-таки нужно гасить кредиты сейчас, чтобы не нарастали долги или можно еще какое-то время балансировать? Ну, любая отсрочка, любого платежа, процентов, основного долга по кредиту – это всего лишь отложенная мера, которую рано или поздно клиенту придется решать. А с учетом того, что есть накопившиеся долги, которые были отложены для бизнеса в рамках других продуктов или других обязательств, например, перед бюджетом, спустя какое-то время бизнесмен встанет перед вопросом. Начинается срок исполнения всех обязательств, их много, и, естественно, их надо будет уже непосредственно исполнять. Поэтому небольшие возможности, которые существуют у бизнеса по уплате процентов, по частичному угошению основного долга, их нужно сейчас использовать и осуществлять. Потому что рано или поздно весь этот накопленный баланс долгов, он придет, и тогда уже бизнесмен встретится не с одним платежом накопленным, не с двумя, а с целым пулом денежных обязательств, которые у него возникают. А существует, может быть, какой-нибудь рекомендательный процент, который от своих имеющихся и поступающих средств рекомендовано лучше отдавать банку, чтобы не росло? Либо там в размере процентов, либо по кредиту, я имею в виду, либо процент от имеющихся денег? Ну, в каждом случае этот процесс индивидуален. Все зависит от того, в каком сейчас состоянии существует бизнес, как он функционирует или не функционирует. Поэтому, когда происходят индивидуальные встречи именно с заемщиком, определяются его возможности. Определяются возможности, на которые может пойти банк. И, исходя из этого, определяется финансовый план выхода из ситуации, которая возникла перед клиентом. Поэтому здесь какого-то единого шаблона, наверное, не существует. Каждый заемщик сугубо индивидуальный. Будем прощаться. Время наше подходит к концу. Анатолий Салтыков, вице-президент Норвигбанка. И напомним нашим слушателям, что банк запустил свой собственный продукт. кредит на выдачу зарплаты под 0%. И он уже работает, можно им воспользоваться. Куда нужно обратиться? Что нужно сделать? Обратиться можно в офисы банка, которые сейчас у нас работают в стандартном режиме. Либо по телефону контакт-центра. Три пятерки, три семерки. Код города 8332. Спасибо. Будем надеяться, что скоро ситуация эта нормализуется, и мы вернемся к... К стандартной, привычной для нас жизни. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова